И снова здравствуйте, всем привет, The Brash 2019. В этом ролике хочу рассказать вам, как вытащить модель, допустим, с какого-нибудь мультфильма. В частности, мне нужен забор именно для анимации Бориса, который будет взлетать с забора. Забор находится в его мультфильме, да? Это называется Балта, от 2002 года, по-моему, мультфильм. Идём в YouTube, и я сейчас расскажу, как дальше всё делать. Итак, заходим вот именно или в Яндекс, или в YouTube, находим мультфильм Балта и находим вот этот забор именно в этом мультфильме. Дальше делаем скриншот, снимаем вот этот скриншот вот таким вот образом. И вот с этим делом будем работать. То, что это мультфильм Балта, вот смотрите, я показывать его не буду, да, это мультфильм Балта. Так, заходим теперь опять же в ZBrush 2019. Ликбокс отключаем, находим тулы, находим именно куб, вытягиваем куб, жмём Edit, жмём Make Polymesh, чтобы он стал активным. Shift, левая кнопка мыши выравнивает куб ровно. Ровно делаем ему Dynamesh. Смотрим, сколько полигонов. Полигонов сразу добавляем. Можно даже до миллиона, качестве не будет. Теперь находим текстуры, находим импорт. Находим, куда у вас сохраняются эти текстуры. Вот она есть. Подключаем её, текстуры выбираем. Нажимаем на этот значок. И вот у нас получается вот эта текстурка. Shift, Z мы её пока отключаем. Включаем Gizmo. Так, увеличиваем куб, возможно. Так, это всё дело вытягиваем. И нужно его поставить именно так, чтобы он был побольше. Чтобы нам было удобно это всё дело дальше делать. Shift, Z открываем забор. Z, английское, включаем глаз. Наносим сюда вот этот забор. Уменьшаем именно прозрачность. Z, так, отключаем Gizmo. Z, отключаем глаз. И Ctrl, левая кнопка мыши. Кисть стандарт. Начинаем всё это дело маскировать. Маскируем аккуратненько. Сильно повторять вот это всё дело не надо. Можно где-то до края не доходить. Рисовать даже какие-то свои доски. Но лишь бы они вписывались вот в эту картинку. Так, вот где-то вот так я всё это дело замаскирую. Shift, Z, отключаем глаз. Получается у нас вот такая штукенция. Продолжаем дальше. Я сейчас сэкономлю время и покажу уже разрисованный этот замаскированный забор. Итак, вот он есть забор. Вы его замаскировали. Следом, что нужно сделать? Нужно инвертировать маску. Ctrl и выставляем в такое положение. Вытаскиваем теперь вот этот забор. Снимаем маску. Получается полноценная модель. Неплохая. Теперь, сетка-то у нас сбилась вот здесь. Нужно сделать опять же D-Lower и сделать Dynamesh. Сетка стала однообразная. Ctrl-Shift. Скрываем, выделяем точнее вот эту переднюю часть. Включаем Flow именно ориентированное по осям. И чтобы не закрывать именно заднюю часть, пусть она закроется плохо, неадекватно, мы просто сделаем отзеркаливание. Находим Modified Apology и жмем Mirror Entry. Так, а, сначала Dell Hidden, скрываем то, что мы вот это скрыли. И делаем теперь Mirror Entry. У нас находится в пользовании вот такой полноценный забор, который мы делаем тоньше. Выставляем вот так вот. Shift-Z открываем нашу вот эту картинку. Подгоняем этот рисунок полностью по картинке. Если он вдруг из-за каких-то манипуляций не стал попадать, мы его чуть-чуть вытягиваем и где-то чуть-чуть вот можем растянуть, допустим, вот так. Вот. Растягиваем и одновременно подкорректируем. Всё, теперь что дальше делаем? Gizmo отключаем, Z включаем глаз, прибавляем яркости вот этим цветам и начинаем всё это дело просто раскрашивать, красить вот по этой модели. Вот так. Можно включить X и красить уже с двух сторон сразу, чтобы потом не переделывать и не зеркалить. Вот такая штукенция. Так, это всё мы смело-смело-смело всё это закрашиваем. Shift-Z. Теперь переключаемся на RGB, ZAD отключаем и просто красим вот таким вот образом. Переключаемся на белый материал. Вы видите, что всё раскрашивается и получается у нас дальше вот такой забор. Где-то, конечно, бока вам нужно будет подкрасить, подкорректировать. Это английская C. Выбираете какой-нибудь цвет. Вот, допустим, вот этот я выбираю, нажимаю C и вот здесь на низкой интенсивности, на сильной не крастье. Чуть-чуть вот где-то подкрашиваю. Так, я на чём? Я на палке установлен. И вот здесь вот можно всё это дело вот таким вот образом корректировать, притенять и так далее. Это всё понятно, надеюсь, будет. Палка, задняя вот эта шест делается то же самое. Вот она. Поставляем её на гвозди, делаем ей дубликат и опускаем вниз. Вот уже полноценный забор. Правильно? Теперь, значит, что нужно сделать? Нам нужно взять первый забор, сделать ему дубликат и поэкспериментировать. Допустим, мы его оттаскиваем и я хочу добавить какие-то части. Вот сюда я могу добавить вот эти две доски или вырезать вот эту часть. Каким образом? Смотрим, выбираем вот эту штуку. Ctrl-Shift выбираем Trim Rect и я вот эту часть хочу вырезать. Вот так. Всё, я её вырезаю. Теперь вот эту часть я маскирую, а эту часть я, допустим, приближаю вот сюда. Уже получается другой забор. И тут этих комбинаций очень много. Я снимаю маску. У меня получается вот такая штукенца. Я её теперь вытягиваю вот сюда подальше, делаю зазор побольше. Так. Трещина уже вот здесь вот есть у нас. Возможно, потом при дайномеше или при заремеше придётся здесь где-то подкрасить. Ну, не так, наверное, будет всё страшно. Следом, что вот эту часть я тоже удалю. Она мне не нужна. Так. Это я включу Trim Rect почему она не исчезает? Потому что у нас что-то пошло не так. А ну-ка, смотрим. Так. Вот есть забор. Ладно, можно всё режет. Ctrl Z. Так не режет. Просто здесь состыковалось. Ладно, не беда. Замаскируем Ctrl W. Выберем вот этот забор, а этот удалим и геометрии так, дел хидом. Подвинем его чуть-чуть поближе. Вот сюда. Следом выбираем первый забор. Опять же, делаем ему ещё один дубликат. Дубликат. Мы его теперь выводим вот сюда. И я хочу его, наверное, обрезать. Ну, так, допустим. Ты что, он не режет? Ладно, опять маскирую. Ctrl W. И вот этот забор выбираем, а этот делаем геометрии дел хида. И вот можно компоновать забор, делать разный. Что ещё можно сделать? Сделать первому дубликату опять, в смысле саптулу сделать дубликат. И что я ещё могу здесь сделать? Мне нужна вот эта часть. Вот эта часть, мне нужна вот эта. Так, значит, что я отрезаю вот эту часть, что он перестал резать. так, а ну-ка, если так, вот так он режет. И отрезаю вот так вот. А кисточка что-то начала выдерживаться. И вот эту часть тоже не режет. Ладно. Ctrl W выбираем то, что нам надо. Остальное опять же Dell Hidden скрываем, перекручиваем вот эту модель, подставляем ее вот сюда. Можно ее также гизму сделать поуже, потолще, где-то сделать, наверное, сплюснуть, так вот, сделать еще меньше. и как бы наискость можно даже поставить и вот сюда к забору повыше. Вот таким вот образом. Так, с палками что будем делать? Палки мы просто вытянем, не беда. Выбираем палки и палки вытягиваем. Одну я вытяну побольше, чтобы она торчала, чтобы было видно, что это забор. Но тоже не сильно. Одна часть пусть поменьше будет, одна, если к дому где-то пусть стыкуется, здесь кусок какой-то добавить можно. Так, что еще тут можно сделать? Эту палку тоже вытягиваем. Но ее видно не должно быть. Вот так вот. Или хотя бы должно быть видно, но с одной стороны, с другой она просто пусть скрывается. И еще поменьше, чтобы она просто обозначена была. Так, о чем я еще забыл сказать, да? Все это хорошо значит, что это раскрашено, но вы хотите, чтобы именно было это как лепка, да? Так, давайте я сделал дубликат, чтобы красиво все было опущу его вниз опять же, вот до сюда, и включу доски. если 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 мы отключим свет вы видите, что доски у нас просто гладкие, а вы хотите допустим, чтобы здесь полис какая-то была, там какая-то текстура, да? Ну, это тоже можно все делать быстренько, значит, находим маскинг, делаем тут маскинг, находим маск би колор, и жмем маск би интенсив, так, вот он, и вот у нас маскированные два цвета, получается, если сейчас мы зайдем теперь в деформацию, вот вверху, и нажмем инфлат, вот так поднадуем, вот допустим, ну, вот так, и снимем контрол, левая кнопка мыши, именно маску, то получится, смотрим, что? Вы видите, что у нас этот рисунок преобразовался, и вот у нас уже именно есть текстура доски, вот она, кто-то не любит красную глину, но вот вы видите, как ее видно, все детали, если сейчас поставим другой материал, ну, тоже видно, но чуть с блеском похуже, ну, вы видите, что, да, вот у нас получились вот эти уже порези, гвозди, также точки можно дорисовать, и получается у нас вот такой прикольный забор, с которого Борис будет взлетать, все, всем пока, до свидания, забор выложу в ролике с анимацией Бориса, взлет с забора, все, всем пока, до свидания, до свидания, до свидания,